ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Реконструкция моста Прас-Прыпять в Житковицком районе уклюшена в державную инвестиционную программу на 2018 год. Гэта предуглечена указом президента Беларуси, яким затвержена ответная инвестпрограмма, поведомили Белту в пресс-службе беларусского лидера. Все лето плануется почать финансование будовництва и реконструкцию трех десятков объектов. У их лику мост Прозраку-Прыпять на автомобильной дорозе Р-88 Житкович и Мяжа Украины. Як ранее поведомлялось, рух по им плануется открыть у Снежних этого года. Заразы де работа над проектом ягу одновлення. У дамы же хором микрорайона Костюковка города Гумиля почала поступать якосная пятная вода. Ранее из-за отсутности станции обезжалезвания вода приходила у дамы прямо за сведровин. После комплексного выучения ситуации по даручении старшине Аблавыканкама у Владимира Дворника у Костюковцы побудована помповая станция. Прокладены 4 км водопроводных труб и микрорайон подключены до системы водосбеспечения Гумиля. На проведение у всех необходимых работ Гумильским Аблавыканкамам выдатковано каля 300 тысяч рублей. На чарзе иншие районы в области и будовництва станция обезжалезвания заразы де у Рычицы. У Беларуси протягивается проведение субботних телефонных линий мясовых улада. У 3-го лютого Гумильским Аблавыканкаме звороты будет примать старшиня Гумильского областного совета депутатов Олег Леонидович Борисенко. Номер телефона 33-12-37. У Гумильским Харвыканкаме промую линию проведе старшиня городского совета Ивана Фанасьевич Бородинчик. Звертаться треба по номере 75-19-84. Промые линии будут спрацовать с 9 до 12 годин. У Гумильской областной универсальной библиотеки имя Ленина открылась выстава «Лялек». Свои уникальные творческие работы тут представили члены Белорусской гильды маэстров и ромесников. Утымли купероможцы международных конкурсов текстильной «Лялки» и цацки в Санкт-Петербурге. Усягол экспозиции больше 100 авторских «Лялек», взробленных вручную.